Следующий милитературный марафон. Гамзатовские строки на карте Хасаверта подхватили Хасавертовский многопрофильный лицей и гимназий имени Максима Горького. Расул Гамзатов в своих произведениях повествовал о любви, родине, о жизни народа, о непростой судьбе. Школьники Хасаверта посетили несколько значимых объектов города, связанных с творческим наследием поэта, вместе с почетными гостями и главным инициатором марафона, депутатом Народного собрания Якубом Умаххановым. Те, кто здоров, те, кто во цвете лет по простоте своей считать готовы, что в этом мире смерти вовсе нет, что все сильны на свете и здоровы. А мне с вершины зрелости своей, достаточно лежавшему в больницах, порою кажется, что нет людей, внутри которых хвори не таится. Маршрут экскурсии двух образовательных учреждений был проложен от многопрофильного лицея до Дворца культуры «Спартак». В число краеведческих объектов вошли и памятники истории о Великой Отечественной войне. В ходе литературного марафона учитель русского языка и литературы гимназии имени Максима Горького Валентина Бороздина рассказала о своей незабываемой встрече с Расулом Гамзатовым. Вы знаете, вот сейчас я говорю о Расуле Гамзатове и сразу вспоминаю его рассказ. Он говорит, когда я был студентом, отец мне прислал деньги, чтобы я купил пальто. Но я пальто не купил, студент молодой в Москве учился, деньги я израсходовал. А домой приехал в том, в чем я уехал, зимой в Дагестан. Когда отец спросил, стали спрашивать, купил ли я или нет, я стал выкручиваться. Отец подозвал меня и говорит, знаешь, сынок, на два вопроса у меня ответили. Ты купил пальто? Нет. Ты деньги не зарасходовал, да ну вот и все. И получил ответ готовый. И с тех пор, Расул Гамзатов говорит, это он напишет, мой Дагестан. Я стала понимать, что правда превыше всего. Правда, которую я ценю превыше всего. По мнению участников марафона, нет ни одной темы, которую не затронул Расул. В его стихах отображались прошлое и настоящее. Главным наследием поэт считал обычаи и традиции предков. Бика Сулейманова, Самад Гакаев, информационная программа «Пульс».